и еще раз по новой здравствуйте так надеюсь все нормально тема сегодняшнего эфира похоже ли все приемы по обрезке у персика яблони груши и отличительные их особенности почему именно я такую тему задал поставок мне на досуге написали вопрос он уже не первый раз появляется вопрос дело в том что я показываю надо допустим тот же персик и многие говорят а с яблони все тоже самое ну принципе многие приемы похожи но есть отличительные особенности и особенности у каждой культуры ну давайте возьмем немножко в чем похожесть приема и все ли так возможно использовать есть формировка веретенообразная формировка кроны то что сейчас смотрели есть видео пожалуйста персика использована на видео формировка для персика русское веретено либо еще есть название этой формировки молдавское веретено у нас организовываются скелетные ветви внизу дальше скелетных веток нет уверите на скелетных веток как таковы зачастую не используется при формировке веретено смотрите есть мы берем тоже яблони когда ну что у нас у яблони также есть центральный проводник также есть скелетные ветки на скелетных ветках все это добро есть уже обрастающая веточка плюс по центральному проводнику идут ветки вправо-влево вправо-влево отличительная особенность у яблони у яблони есть и что мне допустим нужно ветка уже старенькая она водоносила масти броня они на ней были яблоки и я понимаю что ветка по принципу формирования веретенообразной кроны чем старее ветка тем она толще тем ее уже пора бы срезать и поменять обычно отрезает ее на пенек яблони в принципе без разницы можно отрезать на пенек из этого пенька через год у нас вырастет светку которая от подоносила вырастает у нас новая ветка яблоню отличие от персика можно резать на спящую почку то есть даже если там нету почки я отрезаю там на 3-4 сантиметра и фактически чаще всего ветка отрастет с персиком такой фокус может не прокатить дело в том что персик от вроде как то же самое как я показывал на видео есть ветки вправо влево вправо влево ну и здесь же также на скелетной ветке есть обрастающие веточки которые будут плодоносить персика важное но просто так прийти отрезать как у яблони на пенек там скажем 3-5 сантиметров чтобы спинка выросла новая веточка персика это может не прокатить есть и здесь листовой почки нету и это просто у нас получается вы отрезаете на спящую просто на день только спящие почки персик может очень часто и в случае вообще не отрастить ни одной веточки персик желательно при выращивании особенно формировки вертину и вообще в дальнейшем использование приема обрезки мы ищем чтобы на веточке что были правильно веточка есть на ней желательно чтобы были почки а знаете что интересно чаще всего почки у персика бывают именно на молодых прошлогодних побегах на побегах уже двух-трех летних чем старше побег тем в итоге здесь почка отмирает и остается только спящая почка тем самым уменьшается вариант возможность выращивания ветки и вы тогда ищите то есть что произойдет ветка ветка от плодоносила вот допустим у нас ветка ветка от плодоносила у нас где были плоды становится пусто ветка дальше кончик продолжает то что у нас где не плодоносила там был рост где был рост там заложено цветочная и листовая почка и вы вынуждены уже вот здесь просто он ближе к основанию как вырезать на короткий пенек вы не можете здесь почек нет почки только остается аж вон там на конце или вам нужно искать уже есть и есть ближе к основанию хоть маленькая веточка с двумя или тремя почками отрезать полностью всю вот эту большую ветку персика на веточку на которой есть почки у яблони же такой проблемы при формировании веретеном и в дальнейших работах с яблони яблони чаще всего если есть можно отрезать на пенек при хорошем развитии понятно что корневой системы мы можем понимать отличие как корневая система развивается есть ли у нас прирост прошлогодний хороший не менее 40 а то и 50 сантиметров прирост это говорит о хорошем развитии корневой системы значит в итоге если я отрезаю на 3 5 сантиметров пенек даже не смотрим буду не смотреть есть и почка нету почки то уже больше гарантии что здесь у меня отрастет веточка на второй год на этой веточке заложится цветочная почка и на третий год я правильно я получу яблоки персик же помимо того что я баня у нас отличается что она может давать гораздо лучшее спящих почек и в этом отношении особенно для новичка больше позволит допускать ошибки я точнее персик не будет допускать а я бы не позволит допускать ошибки они еще отличаются следующим моментом типа плода ношения я не буду разбирать час у яблони несколько вариантов я обозначу два основных принципа персик ветка вышла первый год в первый же год который вырастает допустим выросла на 2020 так сейчас мы это уберем состоять 2023 году и поехали 2023 году ветка выросла на этой же ветке двадцать третьем году будет уже сформированы как листовые так и цветочные почки яблоня же вроде бы как бы при тех же той же ситуации она только вырастет ветку вегетативную на ней будет только листовые почки также 2023 году она вырастет но на только вырастет а закладывать цветочную почку она будет только аж двадцать четвертом году двадцать четвертом году яблоня будет закладывать цветочную почку на этой веточке а вот персик в двадцать четвертом году нам даст правильно это уже эти веточки зацветут и уже 24 мы уже получим персики яблоня в 20 только аж получается двадцать пятом году нам даст давайте возьмем другой фломастер яблоня только в двадцать пятом году нам даст яблоки то есть только что на третий год и это на второй год это сейчас сделаем так здесь мы урожай получаем от первого роста старта на второй год уже вы уже урожай увидите у персика а у яблони на третий год увидите урожай на веточке которая выросла яблони первый год веточка только растет на второй год веточка закладывать цветочную почку и на третий год веточка зацветает у яблони при условии что яблоня уже вступила в плодоношение персик же в первый год вырос первый же год уже заложил цветочную почку и на второй год уже персика получили урожай следующий момент особенность персика тут есть еще особенности следующие но особенность персика персик зануда уже в двадцать пятом году здесь 25 пишу отдельно 25 году здесь сейчас стою вас цветочные почки даже листовые почки не будет редким случаем когда бывает там что-то остается но какая-нибудь финти кружка сбоку выросла мастер редко бывает когда выросла и там она зацвела и давай один персик это редко чаще всего у вас уже в двадцать пятом году здесь не будет и персику желательно чтобы вся мы же хотим чтобы на этом же месте у нас опять повторился урожай надо ветку уже отрезать а вот тут наступает проблема наступает проблема в чем дело в том что персик желательно чтобы был побег прошлого года на побеге уже на третьего года почки листовой нету в основном остается спящие почки и персик в этом случае не отрастает пас посему в персика можно иногда вызвать рост и спящих почек но это отдельная тема но я сейчас обозначу что чаще всего не отрастает по этой причине у персика используется такова система следующая у нас когда ветка вырастает и на ней закладываются почечки эту ветку отрезают либо не обозначить пускай обозначим так отрезает на две почки вот у нас отрезали на две почки тут вариантов несколько если есть на 2 есть на 3 отрезают на две почки и уже на 2 из этих двух почек вырастает две ветки одна ветка и вторая ветка одну ветку оставляют на плодоношение а другую ветку отрезают то есть это будет выглядеть дальнейшем уже следующая схема 1 у нас плодоносит а другая отрезается опять на две почки чаще делают больше чем две почки дело то что бывает она до почка погибали все что-то чтобы у нас отсюда опять пошел вы отобрать два побега и этот побег плода носит он как от плода носил его отрезают персика то есть его отрезает что у нас происходит тут здесь же у нас выросло два побега побег отрезают полностью его удаляют и у нас получается из этих двух побегов опять оставляется один побег плодоносящий один побег на пенек но здесь эти вас опять указать важное но чаще все оставляют лучше оставлять не нижний побег на плата на пенек лучше вырезать более сильный на пенек у персика есть и оставлять постоянно слабенький то чаще всего со слабенького нормального побега восстановления не вырастает по опыту могу сказать это отличие по персику у яблони здесь подобная система иногда используется но чаще с этой системы не морочивается яблони проще вас можно точно также сделать вариант одна ветка у вас тут уже как делается одна ветка вырастает другая ветка у вас повода носит что сделали в промышленном садоводстве не морозится а третью ветку уже по наносившего отрезают на пенек на новый рост то есть у нас получается здесь должно быть больше ветвей ветка на закладку ветка плодоносящая ветка на вырезку я надеюсь на понятно если непонятно напишите может под развернул под раскрой так еще следующее отличительная интересная черта и решение то есть без этого никак нельзя абрикос абрикос часто упоминается вроде как и персик побег у нас вырос в первый же год часто абрикос закладывает цветочную почку в первый же год две тысячи двадцать третьем у нас вырос я считаю прошлогодний он уже заложил почку двадцать четвертом году наш прекрасный побег у абрикоса чаще всего способен уже дать вам абрикосы но отличие от персика отличие от персика у персика уже когда от плодоносит там уже просто будет у нас голая палка и почек не будет а у абрикоса появится на этой палочке шпорцы вырастут то есть если ранее у нас цветочная почка и плоды абрикоса крепились а прям вдоль веточки то в дальнейшем уже на веточки вырастают как колючки шпорцы может два три сантиметра иногда до пяти сантиметров и уже вот на этих побежках у нас будут появляться абрикосы то есть у персика ветка может служить до трех лет тире при хороших условиях до четырех лет при хорошем освещении определенных сортах ну и так далее и место произрастания но персика чаще всего один год от плода носил редко на второй год закладываются промышленники обычно не оставляют то что начать на третий год точнее на третий год цветочной почки там не будет абрикос способен давать и это нужно учитывать еще абрикос отличие от персика единственное в отличие от персика и яблони ну начнем с того что персик нужно все-таки вырезать чтобы было у нас листовая почка желательно тогда это больше гарантии что это порастет то абрикос мы можем вырезать на длинный пенек но единственно абрикос отличие от яблони сияблони у нас можно резать пенек коротки уменьшая до трех сантиметров промышленник использует то абрикоса очень короткая резка весит три сантиметра чаще всего засохнет значит абрикос желательно резать не менее 15 а то даже иногда и на 20 зависимости от диаметра сантиметров длина пенька но абрикос отличие от персика больше даст гарантии он чаще всего очень ну сколько я не резал могу сказать по своему опыту абрикос очень хорошо реагирует отрастанием восстановления побега у спящих почек то есть до диаметра до пяти сантиметров прекрасно но отличие от яблони кара слишком короткие пеньки у абрикоса засыхает очень часто поэтому я чаще всего оставлять не менее 15 сантиметров пенек 15-20 сантиметров тогда у нас побег действительно отрастет и восстановиться это на все к вопросу вот ответ на вопрос по поводу возможно ли полностью применять те же приемы на других культурах возможно у каждой культуры есть особенности как ранее сказал что на абрикос и яблони да можно резать на пеньки но пеньки чтобы они просыпались отрастали нужно абрикоса длиннее делать у нас еще есть одна штука слива слива как здесь такой разговор что слива похоже на яблоню я думаю неоднократно если кто сталкивался по литературе многие авторы профессионалы описывают эту тему так минуточку и этот немножко сейчас что 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 я пропустил а да не все нормально раз два три 4 поехали так ня-ня-ня-ня-ня что я пропустил слива слива чем похоже на яблоню она в первый час чаще всего сливы разный давайте чаще всего первый год 2023 год у сливы побег вырастает только уже 2 на второй год чаще всего у сливы 2000 уже в двадцать четвертом году сливы будет заложена цветочная почка уже только на второй год . закладывается и уже h20 получается 25 двадцать пятом году как яблоня то есть на третий год у нас получается возьмем вот этот мастер все-таки это слива и вот уже на третий год мы получаем сливу это классические сливы часть часто себя так ведут терносливы также ведут слив азиатские ну и ряд слив на третий год мы на этой веточке получим урожай это часто но бывает и исключение тоже слива русская слива русская или ауча она слива русская ауча тут надо быть всегда внимательным как они себя ведут отличие от обычных на классической сливы первый год выросла в первый же год уже на этой веточкой как и абрикос способна заложить цветочную почку и на второй год способна нам дать урожай отличие от персика персика здесь уже урожая потом на третий год не будет то у чем у нас на третий год как и абрикос как и абрикос на третий год у нас так третий год на третий год как на абрикосе появится шпорцы и уж на этих уже шпорцах будет заложена цвет будет цветочная почка и точно как же на абрикосе эти уже будут у нас товарищи плодоносить нас будет урожай то есть у персика уже пусто ауча пожалуйста будет подалось по срокам службы данной веточки как и у абрикоса от трех до четырех лет эти шпорцы могут жить зависимости от освещенности есть освещенность плохая и плохой доступ света то срок службы шпорец они начинают быстрее засыхать также у абрикоса также аучи нужно хорошая освещенность посвященности работе с незагущение кроме это уже отдельная тема я вот сейчас минутку ну погруши могу не описывать погруши примерно такая же канитель как у яблони ее можно с такой же длиной резки да у сливы у сливы как и у абрикоса на спящую почку можно точнее когда у нас нету точно так же можно вырезать на пенек но отличие от яблони на три сантиметра не пойдет засохнет у сливы для косточковых все-таки пеньки должны быть по длине и не менее чем 15 а то иногда и 20 сантиметров длиной пеньки короткие пеньки очень часто смотришь вот и сделал короткий на три сантиметра пенек подсох и он даже не пророс вместо того что вы бы хотели бы получить с этого пенька новые побеги восстановления у вас получится дуля на яблони груш это короткий резко на 3 4 5 сантиметров чаще всего отрастает но там есть уже по пенекам это отдельные особенности в какой части кроны какой длины оставлять пенек это тоже имеет значение чтобы если мы говорим о успехе действительно в понимаем получение желаемого результата формировки и удержания растения в задуманной форме раз уже немножко пошло дело чуть-чуть о пеньках я немножко упомянул важную градацию этот закон принципе плюс и минус он применим как по частному садоводству так промышленному садоводству и так далее если мы формируем либо веретенообразную крону или еще что-то но нам нужно вырезать на какой-то там пенек чтобы он отрос если находится у нас срезана ветка на пенек верхней зоне я могу позволить на яблони его сделать три сантиметра но есть у меня высота ди кроны от земли так возьмем другой мастер пускай будет у нас оранжевый над земли и до верхней точки не хорошо быть слепым кошмар сам себя же жук и как это у меня все получается криво окажется наши любимые 3 метра чем ближе к макушке тем я даже могу сделать любой короткий пенек что он не произойдет правильно с этого пенька у яблони груши побег восстановления отрастет такой же длины сделал пенек внизу на уровне метра от земли 1 метр и точно также 3 сантиметра со временем здесь может вообще не пробудиться ни одной почки дело в том что это связано системой питания и распределения гормонов дело в том что здесь уже не хватит давление и количество гормонов роста ауксинов и гормоны ауксины роста уйдут зачастую верхнюю зону а есть сорта которые вообще стараются подавать питание максимально к верхней зоне внешней зоне вообще со временем перед раз перестает развиваться и расти ветви почему чаще всего потом макушкой режешь для того же отдельная тема для того чтобы у нас нарастал низ вывод следующий начинает ругать все пеньки плохо они не работают автор не умный человек это делать мы не будем а на самом деле решение проблемы довольно простое если вверху мы можем позволить 3 сантиметра то внизу нам нужен длина пенька не менее 10 7 ну там 7 10 сантиметров все о чудо происходит казалось бы все то же самое а побег пошел все ветка восстановилась чем больше тело пенька тем больше здесь гормонов роста запаса элементов тем больше вероятность что это веточка у вас прорастет вывод заключается в следующем чем больше перепад между нижней веткой и верхней веткой верхнюю ветку мы сюда почему есть сильнее и вырезаем нижнюю всегда оставляем длиннее верху мы можем позволить если мы на пенек режем 3 сантиметра если у нас большой перепад в 4 сантиметра то здесь вплоть до того что может доходить пенек и до 15 сантиметров тогда это более гарантия что у нас оставленные наши пеньки на яблони отрастут новыми побегами и крона не будет пустая я сейчас объясняю принципы как работает растение такими же принципами не обязательно вопрос говорить о пеньках это можно играть ветками на объемами ветвей и так далее вы можете резать также сосны и прочее так далее то есть вот эти принципы если мы будем понимать принципы роста распределения элементов питания тогда да у вас получится красиво дерево как вы задумали но если это вы учитывать не будете думать а ладно я сейчас все одинаково парирую постригу почет потом мне как-то вроде бы я нарисовал нарезал все красиво здорово а дерево не растет ну вот не получается то что вы хотели я думаю на вот эту краткую тему 30 с лишним минут хватит я не буду раздувать иначе уже тема понесется еще бог знает куда вопрос по поводу гниения не гниение не тут задали ореха а что делать если она будет гнить я скажу так любая сделанная рана свыше пяти сантиметров если вы даже срежете на кольцо без осмотра и поддержки обработки начнет гнить значит она что за ранами следить особенно когда вы режете больше пяти сантиметров есть и у вас диаметр побега там будет небольшой там до сантиметра кто на пенек вы отрежете что не на пенек на пенек отрезали просто отвагу засохнет палочка и отвалится насколько пойдут гниение но чаще всего проблемы не с мелкими веточками а с большими ветвями вот там вот надо и следить всех хочу поздравить с наступившим новым годом рад что я вышел наконец-таки смог сделать более-менее прямой эфир пожелаю хорошего настроения делитесь данное видео это будет ваша самая крутейшая благодарность рассказывайте лайкайте понравилось это поможет продвижению данного видео и больше увидят людей и может кому-то это и поможет буду очень рад всем хорошего настроения удачи и пока с уважением Олег Рожнов байки слепого садовника